Что такое цифровая экономика? Мы проанализировали, Илья Димитров, у нас один из главных разработчиков нашей модели, главный разработчик. Я человек достаточно далекий, я шампанское производил раньше, когда был предпринимателем, а сейчас бизнес защищает правоохранительных органов. Конечно, далек от цифровой экономики, вот что я понял. Первое. Сегодня есть возможность анализировать большие числа, большие базы данных. То есть это количество, себестоимость товаров, стоимость на рынке огромного количества товаров, и не только на каком-то одном рынке, а на всем мировом рынке. Собирается вот эти все огромное количество данных в единые центры, и путем анализа выстраиваются модели, которые категорически, то есть которые кардинально отличаются от тех моделей, которые работала рыночная экономика. Рыночная экономика – это маркетология, оценка спроса такая очень приблизительно, и выпуск большого количества товаров, которые находят своего потребителя или не находят своего потребителя. То есть, либо большие риски, либо большие вложения. Но рынок, рыночная экономика, то есть, уже конкретно там на рынке определяется, нужен товар или не нужен товар, и, соответственно, стоимость своего товара, спрос и предложение. Здесь можно думать заранее. Здесь, путем анализа того, что есть сегодня в других секторах с этим товаром, но на разных рынках, можно выстраивать стратегии по своему товару, изготавливая ровно столько товара, того качества, чтобы полностью удовлетворить потребности твоего потребителя и прямо ему поставить этот товар. То есть, это будет экономика на заказ практически. И это в какой-то степени не только какие-то изменения экономических моделей, это изменение экономической формации. Это следующий этап перехода к коммунизму. Потому что от чистого капиталистического общества, где все соотношение было на спросе и предложении, на рыночных отношениях, то здесь идет уже прогностическая экономика. Это не похоже на плановую экономику, хотя есть определенная конвергенция рынка с плановой экономикой. Но это новая экономика, которая будет работать совершенно на других принципах. Но это раз, это цифровая экономика. К сожалению, наши оппоненты не совсем правильно понимают слово цифровая экономика. Даже прочитав стратегию ЦСР, мы видим, оцифровать все данные, оцифровать старую экономику. Все перевести на базу, на новую систему, значит, баз данных. Надо выстраивать новые модели уже на базе новых цифровых технологий. Но оцифровать то, что есть, это абсолютно бессмысленная трата ресурсов. Тем более, что технология меняется, и сегодня все переходят на новые системы записи, распределенные реестры, на блокчейн. И тогда уже надо делать все на блокчейне. Но пока мы к этому не готовы, потому что у нас законодательство к этому не готово. Все время, когда мы рассматривали вопрос развития экономики, говорили, что новый этап в развитии, какой-то стимул к увеличению темпов роста всегда лежит в технологической сфере. Появляются какие-то новые изобретения, и это становится новым этапом развития экономики.